Друзья, всем привет! Наконец-то сегодня наступил тот момент, когда я хочу и могу рассказать о своей орхидее-рекордсменке и попросить вас об одном деле. Ну, о деле чуть позже, а сперва о той орхидейке, которая находится за моей спиной, орхидейке Red Leapy. В чем она рекордсменка? Да в том, что она у меня живет уже 15 лет. Это первая орхидея, которая появилась в моей коллекции. Я уже показывал вам видео, рассказывал о ней. По-моему, в январе прошлого года я снимал видео и показывал в нем, и рассказывал в нем, как появилась эта орхидейка у меня, с чего у меня все началось, мое орхоманство и фаленопсисофилство, как я ее выхаживал, что я с ней делал. Да вообще много интересного. Ссылочку под видео я оставлю на это видео, где я рассказываю о появлении этой орхидейки в моей коллекции. Вот эту самую орхидею, отсветшую в удручающем состоянии, я нашел в общем туалете. Она стояла в маленьком горшочке рядом с мусорным баком. То есть уборщица этой организации или может быть сам руководитель, сотрудники, не знаю, но в общем ее поставили выкинуть. И собственно второе, в чем она рекордсменка, в производстве потомства. Она несколько раз давала на свет деток. Эти детки тоже давали деток. Справа внизу это дочка самой бабушки. У бабушки вверху вторая дочка. Эта дочка вторая дала слева вон ту маленькую внучку бабушки. То есть тут сейчас три поколения орхидей. И в середине крупная эта орхидея бабуля цветет, не переставает. И наверное последние три раза ее потомство у меня разъехалось по всему миру. По всей России, по Украине, по, я не знаю, в Европу. Куда только не отправлял я деток. Митя. Митюша лазит и не дает снимать мне видео. Он играется с моими, с моим ноутбуком. Митя, спокойствую вас. И ее потомство разъехалось по всему миру. Так вот, давайте я вам сейчас ее покажу. Некоторые скажут. Ну вот, орхидея такая зачуханная какая-то с внешнего вида. Посмотрите, у нее корни торчат в разные стороны. У нее что-то тут на стволике какая-то хрень висит. Друзья, эта хрень это детка, которая появилась у нее, ну сколько, наверное, 4 года назад. Так вот, она до сих пор осталась. После этого орхидея давала еще на свет детки. И эта же детка сама, эта же детка сама тоже выдавала деток. То есть, такое было, не знаю, двойная, своеобразная такая двойная беременность у этой орхидеи. И вы посмотрите, вот эти вот цветоносы видите. Вот здесь детка цвела раз, цвела два, цвела. Сама бабушка цвела несколько раз, уже имея потомство на этом цветоносе. Она его до сих пор не отсушивает. То есть, на самом деле, вообще, я впервые это встречаю. Встречаю у меня в коллекции, это впервые такая орхидея. Ну, надо сказать, что она и первая сам орхидея, ей уже 15 лет. Вы видите, как она длинная у нее, корневая ножка длинная с корнями. Она постоянно наращивает, постоянно новые и новые корешки. И поднимается вверх из этого горшка. В горшке в этом она уже сидит, не знаю, ну, по-моему, где-то лет 8, точно 6. Ну, 6, наверное, да, 6 лет сидит, не вылазит. А может и 8. Я уже даже, честно говоря, не помню. Вы и видите, у нее глубоко из грунта, глубоко из грунта торчат цветоносы, которые уже остались глубоко в грунте, а сама орхидея поднялась вверх. И вот листочек, который я показывал в одном из видео с полученными термическими ожогами. Этот листочек постоянно соприкасается с пленкой солнцезащитной, которым я укрывал окно, притенял окошко, подоконник притенял. Ну, орхидею постоянно передвигают туда-сюда, пыль вытереть. И у нее, видите, листья как бы большие в разные стороны. И вот этот вот листочек, он то одним краем, то другим краем прикасается к этой пленке. Плюс еще сквозняк из окна, немножко пленку оттопыривает. И сама пленка как бы прикасается к этому листочку, нагревается на солнце и периодически обжигает этот листочек. Ну, в этом я не вижу ничего страшного. Так бывает, ничего с этим не поделаешь. И вот такая вот она бабуля-орхидея. Высокая. У нее листья, скажем таки, средней величины. А вот сами цветы, посмотрите, сами цветы в диаметре до 10 сантиметров. Если приложить, примерно до 10 сантиметров. Цветонос один из последних она отсушила, но продолжает, продолжает держать на своем, на своем одном из самых старых цветоносов вот эту деточку. Эта детка растет вот постоянно в таком воздушном подвешенном состоянии. У нее нарастают у этой детки периодически корни. И вот сейчас вы видите всю эту корневую систему. Где-то вот здесь, вот видите, корни раскукливались. То есть, она их дала вот такими зелененькими, румяненькими. Потом они сморщились. И после этого заново начинает наращивать. Ну, о корнях я сниму следующее видео, расскажу отдельное видео. Я думаю, что вы много интересного об этом узнаете. И вот детка продолжает расти, выдает листочки. И самое, что вот интересно, орхидея бабуля, бабуля, да, она не отпускает эту детку. И вот когда вот она рожала, то есть, у нее потомство появилось вместе вот с этой деткой, был длинный, длинный вот этот цветонос. На нем было 7 деток, 7 деток. И если все эти 7 деток, точнее 6, она отсушила, то есть, цветонос, он усыхал вокруг основания деток, то именно вот эту детку она не отпускает. Вот она уже 4 года, 4 год. 4 год. Она висит на этом цветоносе. И не отсушивается. На мой взгляд, это очень интересно. Потому что все остальные орхидеи, которые у меня есть, они так или иначе происходят, наступает тот момент, когда орхидея сама цветоносик отсушивает. И что еще интересно в этой орхидеи, она цветет уже 4 года. Ну, не 4 года, а получается 3 года и 10 месяцев. То есть, не 6 месяцев, не 4, не 8. А 3 года это у нас сколько получается? 36, 36, 46 месяцев. Правильно я посчитал, да? 3 года и 10 месяцев. Это 40, 46 месяцев она цветет. И как видите, она продолжает еще цвести. Ну, я думаю, что еще, наверное, около месяца вот эти вот цветочки повисят. Если мы, конечно, с вами их не удалим. А удалим по причине, вот как раз то дело, которое я и хотел к вам обратиться. Опрос будет во вкладке сообщества на моем канале. И опрос будет в этом видео. Подсказка всплывет сверху. И опрос можно ответ свой оставить в комментариях под этим видео. А вопрос мой и просьба заключаются в том, скажите, пожалуйста, что сделать с этой орхидеей? Разделять мне ее? Отделять эту детку или не отделять? Пусть она растет в том же виде, в котором вы сейчас ее видите. Ну, единственное, что хотелось бы ее, конечно, обновить и немножечко пересадить. То есть, убрать ей нижнюю часть корней, которая уже устарела саму бабулю. И посадить ее поглубже. То есть, вот, друзья, посоветуйте, что мне сделать с этой орхидеей? Я не делал этого раньше, потому что вы сами понимаете, что она цвела у меня с деткой вместе. Цвела 46 месяцев. То сама бабуля цветет, то сама детка цветет. И этот процесс растянулся на 46 месяцев, на почти 4 года. Поэтому, естественно, я ее не пересаживал, ничего с ней не делал. Ну, не каждый день такое встретишь. Не каждый год такое бывает, поэтому вполне естественно, что я ее не трогал и ничего с ней не делал. И сейчас настал тот момент, когда хотелось бы вот спросить, что посоветоваться с вами, да, друзья. Что мне с ней сделать? Пересадить и отрезать ли эту деточку, отделять ее от мамаши своей? Вот такая вот она, посмотрите, красотка. Да. Вот такие, вот такая вот орхидея, друзья. Поэтому прошу вас ответить мне. И ставьте лайки, не забывайте этому видео. А кто впервые на моем канале, напомню, что я, Георгий Горечевский, и рассказывая о своих новостях в своем орхидейном огороде или саде, кто кому как удобно. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете тоже узнавать о всех новостях, которые происходят в моем орхидеевом маленьком царстве. Всем пока-пока, друзья. До встречи в следующем видео. Я вам расскажу про корни орхидеи. Это будет очень интересно. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео.